15 лет назад усыновил первых детей, сейчас их 17. 17, да, 17 усыновленных, четверо первых детей. У меня все свои, но у меня правда все свои. В одном из детских домов попросили, давайте, можете вы сделать кухню. Сделал кухню, чтобы девочки готовились. Приехал, пришли пару девчонок, 12 и 14, надо было с ними как-то заговорить. Я говорю, девчонка, пойдемте чаю, можно сахар? Они меня спрашивают, это что? У меня первая мысль, что все своровали, даже сахар. Казалось, все сложнее и проще. Каждый день заваривают в чайнике пакетики, сыпят сахар, мешают, разливают уже сладкий чай. Вот они, если не знают этого простого, ну и потом. Ну, в общем, у меня все резко изменилось. Может быть, это какой-то переломный, и я, в общем, подумал, что надо как-то действовать по-другому. Большая семья от маленькой семьи ничем не отличается. И вопрос, если вот это такой распорядок, ну, как в пионерском лагере или как в детском доме, ни к чему хорошему это не ведет. С ребенком нужно иметь, выстроить такие отношения, вот чтобы они были действительно, то есть, семейные, отцовские, партнерские, чтобы ребенок мог обратиться. У меня нет такого расписания, что я пораньше там приехал с работы, ну и вот у меня расписание сегодня, математика, я иду, то есть, я стараюсь принимать участие в жизни всех детей. Во всех этих конфликтах с пацанами проще, с пацанами проще, и с ними проще договориться с девочками, это более эмоционально, и вот я стараюсь держать такое, что я считаю, нужно так, и, в общем, нужно этому подчиняться. Ну, это потому, что ты ребенок, я несу за тебя ответственность. В общем, цель всех, чтобы ты стала взрослой, стала жить самостоятельной жизнью. Я думаю, что ребенок должен сам найти свой путь, а мы должны ему помогать. Главное, нужно принятие. Я вот очень искренне благодарен своей супруге, что у ней это есть, и это так, вот, знаете, непросто. Ну, отдавать частичку себя и, в общем, относиться к детям, как к своим. Мы ни от кого не скрываем. Ну, безусловно, мы взяли грудничками, ну, и сказать грудничкам, что ты приемный, ну, это бы в три года. Ну, когда они стали способны, ну, тут с ними можно было про это поговорить, мы начали об этом разговаривать, и ни от кого мы это не скрываем. Это совершенно нетабуированная тема. Любой ребенок может об этом поговорить между собой, поговорить со мной, с мамой, с воспитателями. Если бы у меня не было бы такой семьи, я бы, наверное, себя чувствовал более несчастным человеком. Мне это много дает, и во всех смыслах этого слова. И это моя жизнь, она мне очень нравится. Веселее, и смотрим на меня. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok